Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вопрос достаточно... ...лаконичный. Как бороться с ревностью? И ответ на этот вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что в первую очередь с ревностью не надо бороться. Ревность это лишь показатель определенной проблемы человека. Это показатель, например, неуверенности в себе. Это показатель страха быть брошенным. Это показатель отношения к себе и к партнеру. Как? К товару. Это показатель того, что я нуждаюсь в защите. Это показатель того, что я нуждаюсь в определенности какой-то. И это еще, на мой взгляд, показатель того, что я себя не люблю. Вот. То есть, ревность это вот история такая комбинированная. Но, помимо этого, присутствует еще и вторичная выгода. То есть, важно понимать, что ревность вам что-то дает. Ревность вам дает что-то для себя. Да. Может быть, не совсем очевидно это сейчас. И, может быть, даже это вызывает, ну, или может вызывать сопротивление. Но, так или иначе, здесь есть вторичная выгода. Ревностью вы можете защищаться от того, чтобы позволять себя любить. Ревностью вы можете защищаться от принятия чего-то в, ну, чего-то в себе. Ревностью вы можете отгораживаться от других людей. Вот это очень важно, на мой взгляд, потому что вы не можете, получается, вступать в отношения. По большому счету. Доверительные отношения. Хорошие, качественные отношения. Все это будет для вас недоступно. Вот в таком, именно в таком ключе, мне кажется, и нужно смотреть. Именно в таком ключе нужно двигаться вам. То есть не бороться ни в коем случае, а именно раскрывать себя, раскрывать свои чувства, раскрывать свои чувства, свои переживания и дальше уже смотреть, что вы можете, что вы хотите, чего вы не хотите. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.